В эфире телеканала «Свое ТВ» программа «Актуальное интервью» в студии Зайры Байчёрова. Здравствуйте! Развитие садоводства в нашем крае набирает обороты. Ежегодно увеличиваются площади садов и оказывается государственная поддержка нашим аграриям. Какие работы уже проведены, какие результаты ожидаются, а также какие меры поддержки можно получить на развитие сада, нам подробно расскажет Елена Тамбовцева, первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в студию. Я только что сказала, что садоводство у нас развивается. Чтобы не быть голословной, давайте спросим у специалиста, то есть у вас так ли это на самом деле и каковы тенденции? Да. На сегодняшний день площадь садов в Ставропольском крае составляет около 11 тысяч гектар. Из них 7,7 тысяч гектар – это насаждения, которые находятся в плодоносящем возрасте. При поддержке нашего губернатора и Минсельхоза России, правительства Российской Федерации данное направление получило расширенную зону плодоводства. Сегодня у нас сады и в Изобильнинском, и в Кочубеевском, и в Новоалександровском, и Патовском округах. Основная зона у нас, естественно, это считается предгорная зона Ставропольского края. Ну и теперь вот в этих округах у нас также имеются плодовые насаждения в промышленных масштабах. Вы сказали 11 тысяч гектаров, правильно? А по сравнению с другими годами это больше или меньше? И вот в каком периоде вдруг было решено развивать садоводство? Да, в предыдущие годы у нас площадь многолетних насаждений, если брать 2000-е годы, конечно, она была не такой большой, где-то 4-5 тысяч гектаров. Но вот, как бы, учитывая ту поддержку, которая на сегодняшний день оказывается садоводству, мы достигли вот этой площади. Ну, тут я не буду лукавить, это не сельхозорганизации крестьянской федерации, то с нас еще преобладают личные подсобные хозяйства. Хорошо. А как вы думаете, почему акцент делается именно на плоды, на сады и так далее? Да, акцент делается потому, что на сегодняшний день, согласно медицинским нормам потребления, Ставропольский край не обеспечивает себя плодовой продукцией. И поэтому ставка была сделана именно на это направление. Ну и как сейчас уже получше получается обеспечивать свой край? Почему, вот я хочу пояснить, почему господдержка на данное направление оказывается, потому что это капиталоемкое производство. И тот урожай, который садоводы будут получать, они смогут получать только через 3-5 лет. Поэтому для того, чтобы вырастить этот урожай, необходимы вливания, понесенные затраты. Поэтому на федеральном уровне была принята такая стратегия, что именно эту подотрясу надо поддерживать. Что касается производства, вот я хочу отметить, у нас производство увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущими годами. На сегодняшний день производство, если мы берем все категории хозяйств, оно превышает 100 тысяч тонн в год. Основная доля – это здесь у нас сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. И вторая часть – это личные подсобные хозяйства. Для того, чтобы выйти нам на уровень самообеспеченности, необходимо производить 130 тысяч тонн ежегодно. Но вот мы к этой цифре стремимся. И как бы… Все получается, да? А каких культур становится больше? Что касается культур, то у нас преимущественно это яблоня преобладает. Это 80% в структуре производства плодовой и ягодной продукции. Ну, также у нас возделывают и грушу, и черешню, и сливу. И вот у нас в Курском районе реализован проект по закладке сада нектаринового. Ну, также есть у нас в крестьянско-фермерском хозяйстве Петровском округе персиковые. То есть растут, да, у нас нектарины и персики. Да, нектарины и персики. Также развивается ореховодство. И вот у нас приступили к производству голубики и малины. Это из ягодника. Вы сейчас сказали про меры господдержки, о том, что аграрии получат свои первые доходы только через 3-5 лет. А вот какие-то меры господдержки, как помогают нашим аграриям развивать этот бизнес, непростой бизнес, как вы сказали, капиталовъемкий. Да, да. Ну, у нас субсидирование затрата на закладку многолетних насаждений на уходные работы осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств краевого бюджета. Но основная доля, 95%, это средства федерального бюджета. В текущем году у нас предусмотрены средства на закладку и уход на условиях софинансирования. Это 399 миллионов рублей. Также у нас есть меры господдержки, которые субсидируются только за счет средств краевого бюджета. Это раскорчевка старовозрастных садов и уходные работы за молодыми садами. Это 6 миллионов 250 тысяч рублей. Выращивание посадочного материала плодовых насаждений 1 миллион рублей. И посадка и уход за ягодными культурами. Это 6 миллионов рублей. Здесь я хочу отметить, что все меры господдержки предусмотрены как государственной программой развития сельского хозяйства Российской Федерации, так и государственной программой развития сельского хозяйства региональной. Вы сказали, что доля подсобных хозяйств достаточно велика у нас. Если фермер решил развести сад, может ли он взять кредит и воспользоваться льготным кредитом? Есть какие-то такие меры поддержки? Да. В рамках льготного кредитования все сельхозтоваропроизводители могут воспользоваться данным инструментом. Но у нас больше целенаправленные сельхозтоваропроизводители именно на льготных, а именно на получение субсидий, на возмещение затрат. А есть еще гранты. Я слышала, агростартап, если я не ошибаюсь, какие-то гранты, при помощи которых фермер также может начать свой агробизнес. Да, есть такие у нас гранты, но там у нас выстроены приоритеты. Там как бы больше на развитие животноводства, но и не исключено предоставление гранта и на развитие плодоводства. А вот как государство помогает в технической модернизации, организации агробизнеса? Ведь нужна техника определенная для того, чтобы вырасти те или иные сорта? Что касается поддержки техники, то у нас есть программа. В рамках Росагролизинга, здесь существуют и скидки, и компенсации. Я еще раз повторяю, что основной акцент на субсидии у нас. На субсидии. Хорошо, давайте поговорим про кадры. Хватает ли кадров и как решается вопрос с нехваткой кадров? Что касается кадровой политики, да, у нас здесь тоже, как во всей сельскохозяйственной отрасли, присутствует дефицит кадров. Вместе с тем на сегодняшний день министрехозам России поставлена задача по вовлечению студентов, которые заканчивают аграрные вузы, именно в сельскохозяйственное производство. Вот у нас выпуском кадров именно по плодоводству два образовательных учреждения. Это те учебные заведения, которые направлены именно на выпуск специалистов в такой отрасли. Но вместе с тем производство не стоит на месте. Естественно, работы в садах проводятся. Сельхозтоваропроизводители привлекают не только своих сотрудников, но и местное население для проведения каких-то уборочных, уходных работ. Мы пытаемся, да, привлечь молодежь в агробизнес, но как это сделать? Чем можно привлечь молодых людей в эту сферу? Ну, в первую очередь, когда человек заканчивает высшее учебное заведение, ну и средне-специальное учебное заведение, ну в первую очередь, что его интересует, какая будет заработная плата? Вот сейчас на сколько оплачиваются такие профессии? Ну, как бы, что касается заработной платы... Ну, я думаю, что на начальных этапах, да, когда студент только начинает свою карьеру в этой сфере, любая зарплата может, в принципе, подойти, но потом есть зато возможность перспективы роста в бизнесе, открыть свой бизнес. В бизнесе можно, да. Так. Как обстоят дела с логистикой в этой отрасли? Что касается логистики, то у нас, как бы, Ставропольская плодовая продукция, ее можно найти в любых регионах, это и Московская, и Волгоградская, и Нижегородская область, Амурская, Иркутская, Свердловская, Кемеровская область, и Республика Татарстан. То есть мы туда экспортируем? Да, поставляем туда наши... То есть мы уже мало того, что себя обеспечиваем, мы даже уже и занимаемся экспортом. Экспортом, да. Вот, как бы, везде нашу продукцию пользуются большим спросом. Вот помимо профориентационных программ для студентов, которые привлекают молодых людей в сферу, в агросферу, какие еще мероприятия проводятся для развития и популяризации этой отрасли? Потому что у нас Ставропольский край, он же аграрный край. Да. И мы развиваемся в первую очередь в этом направлении. Ну, какие мероприятия? Это у нас крупные мероприятия. Это в рамках на нашем МВЦ, в Минеральных водах, ежегодная конференция, выставка. Это про яблоко. Вот оно будет у нас проходить в период с 13 по 16 июня. Это ежегодная выставка, да. Там, на этой выставке у нас привлекаются ведущие ученые в области плодоводства, да, поставщики техники, ну, как бы, и фасовка, и калибровка. В общем, как бы, желающие, если есть, посетить, очень много там, как бы, обогатить. То есть не только работники агросферы, но и просто люди. Люди, да, могут посетить. А попробовать можно яблочки? Да, как бы, те участники выставки, которые именно занимаются производством плодовой продукции, могут предложить для дегустации свою продукцию. Именно это является той площадкой, где можно и заключить договора, и соглашения на поставку не только самой продукции, но и какой-то техники, там, и других материалов. Также у нас есть, проводится в рамках яблочного спаса в августе месяце краевой фестиваль «Ставропольское яблоко». Это в городе Георгиевске. Тоже интересный фестиваль. Вот. Там наше хозяйство тоже участвует, выставляет свою продукцию. Там можно и не только попробовать продукцию, но там и ремесленные изделия. В общем, как бы, насыщенное мероприятие. И, как бы, в Георгиевском округе пользуются большим спросом. Что это дает участникам вот этого мероприятия «Ставропольское яблоко»? Ну, как бы, мы же, как бы, должны быть ближе к людям, потому что возникают всегда вопросы. Вот мы, как бы, пропагандируем свое отечественное, где можно попробовать данную продукцию. Вот именно в рамках этого фестиваля можно, как бы, прийти и продегустировать ту продукцию, которую предоставляют наши плодовые хозяйства. Ни разу не участвовала. Вот как узнать, когда проводятся эти фестивали? Ну, фестиваль приурочен к «Яблочному спасу» и проводится вот именно в тот день, когда именно выпадает этот праздник. А, понятно. Ну, я, например, вот знакомлюсь со ставропольской продукцией на ярмарках. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Насколько популярны ярмарки в Ставропольском крае? Как они организовываются и проводятся? Ну, организацией ярмарок у нас занимается, как бы, другое ведомство, Министерство экономического развития. Но вместе с тем мы, как бы, тоже в стороне не стоим, привлекаем наших сельхозтоваропроизводителей. Это ярмарки «Не хочу хлеб отбирать». Вот. Я в рамках ярмарок «Покупай Ставропольское». Вот. Также, вот, когда вы посещаете такие наши торговые сети, как бы, там всегда обозначена, чья продукция и кто производитель. И именно «Покупай Ставропольское» там можно, как бы, найти. Также у нас ежегодно на выставке в городе Михайловске проводится праздник «День урожая». Там тоже наши сельхозтоваропроизводители представляют свою продукцию. Там тоже у нас организуется, проводится ярмарка. Ну, и также, вот, те подворья, которые представляют наши районы, там, как бы, район представляет всю свою сельхозотрасль. Вот. И в рамках вот этих подворьев тоже можно, как бы, ознакомиться с нашей продукцией, именно плодовой продукцией. – Насколько вообще бизнес, вот, садоводство, вот такой бизнес популярен среди наших аграриев? Охотно ли люди идут в этот бизнес? – Ну, любой бизнес, он, конечно… – Есть, наверное, какие-то свои подводные камни, вот, трудности? Обычно с какими трудностями сталкиваются? – Ну, любое сельхозпроизводство, оно, как бы, да, зависит от финансово-экономического, конечно, состояния. – Ну, и от природных факторов. Вот, как бы, у нас садоводство, оно сопряжено тоже с природными рисками. Это весенний период заморозки, вот, как бы, у нас уже несколько дней действует штормовое предупреждение. Ну, как бы, у нас, тьфу-тьфу-тьфу, как сказать, пронесло, вот, пока у нас таких понижений температуры не было. Вот, ну, что еще, градовые процессы, засуха. Ну, и с градом мы, как бы, уже научились более-менее бороться. Это использование на суперинтенсивных, интенсивных садах противоградовой сетки. Также у нас сейчас действует контракт по защите территории Ставропольского края от градобития. Вот, но от заморозков еще, как бы, не придумали. – Да, пока еще не придумали способ просто молиться. – Ну, есть, да, есть способы, но, как бы, не всегда они эффективны. – А какова рентабельность данного бизнеса? – Что касается, да, рентабельности, у нас по той отчетности, которую сдают нам в министерство, предоставляют сельхозтоваропроизводители, рентабельность садов суперинтенсивного типа достигает до 200%. – Ну, тоже зависит от климата, от всех этих условий. – Да, зависит от цены реализации, от себестоимости продукции. – А вот вы сейчас сказали о том, что может погода подкачать и так далее. Агро-страхование существует у садоводов? Они могут застраховать? – Да, механизм агро-страхования, он как предусмотрен, как и для сельскохозяйственных культур, так и для садоводческих организаций. – Ну, используются те же виды страхования, что и на сельхозкультурах. Это страхование с государственной поддержкой от 50 на 50, где 50% уплачивает страховой премии сельхозтоваропроизводитель, и 50% возмещает государство. И страхование от чрезвычайных ситуаций – это 80% страховой премии уплачивает государство, и 20% платит сельхозтоваропроизводитель. – Одно дело – посадить, вырастить, собрать урожай, да? Другое дело – его еще и сохранить же нужно. Что у нас с фруктохранилищами? – С фруктохранилищами, да. Все инвестиционные проекты, которые масштабные такие, реализуются по закладке садово-интенсивного типа и суперинтенсивного типа, они, естественно, предусматривают строительство плодохранилищ. На сегодняшний день у нас мощность хранения составляет более 50 тысяч тонн. Все, что мы производим, мы закладываем на хранение. Часть, естественно, у нас реализуется в сезон, это начиная с июля, августа и до ноября месяца. Остальное у нас идет на хранение, чтобы мы могли быть обеспечены в зимний период свежей плодовой продукции. – Давайте поговорим о реализации нашей Ставропольской продукции. Вы сказали, что достаточно много регионов, куда мы осуществляем экспорт. Давайте еще раз перечислите, пожалуйста, эти регионы, и насколько нам удается вообще реализовать всю нашу продукцию. Московская, Волгоградская область, Амурская, Иркутская, Свердловская, Кемеровская, Санкт-Петербург, Новосибирск, Татарстан, Башкоркастан. Ну, в Краснодарский край мы тоже реализуем. – Своего очень много, да? – Да, но у нас есть та продукция, которая не только идет на реализацию в свежем виде, но и также на переработку. И именно в Краснодарский край у нас закупают яблоки, которые идут на производство джемов, повидла, соков для потребителей. – Вот вы в основном говорите про яблоки. Да, понятно, что это самый популярный фрукт у нас на Ставрополе. А есть ли еще такие культуры садоводства, которые не очень свойственны для нашего края? – Вот у нас на территории Ставропольского края реализовано несколько таких проектов по закладке садов фундука. Вот наибольшее у нас в Изобильненском округе предприятие заложило 400 гектаров орехов фундука. Были эксперименты у нас по выращиванию миндаля. Ну, как бы это был эксперимент, и в настоящее время этот проект не реализуется. Также в Предгорном районе у нас был реализован проект по выращиванию фундука. Но это тоже такая специфическая для края культура. И орехи вообще более капиталоемкие, чем яблоня, груша. Потому что вступление в плодоношение по данным культурам только наступает через 7 лет. – Но все равно выгоднее выращивать у себя, чем закупать? Какой опыт получен? – Нет. Ну, конечно, как бы, те проекты, смотря на что они направлены, для чего они выращивают орех. – Не надеюсь, это для себя? – Нет. Вообще, в принципе, у нас орехи выращиваются для использования в кондитерской промышленности. И инвестпроекты, которые реализованы по орехам, они сосредоточены на производстве кондитерских изделий. – А какие вообще условия нужны для того, чтобы орех хорошо рос и был качественным? Соответствуют наши ставропольские условия этому? – Ну, вот фундук – это вообще растение, которое более растет в условиях Краснодарского края и Черноморского побережья. – Ну, выбираем такие территории с более теплым. – Да. Ну, те, кто занимается фундуком, они подбирают уже такие сорта, которые можно будет, как бы, и адаптированы к нашим условиям. Вот. Поэтому, как бы, за орех тут не стоит, за фундук переживать. И если выдерживать технологию, то можно получить… – То есть он не капризный. – Да. Ту, как бы, ту продукцию, которая необходима. – А вы еще же говорили, что нектарины мы выращиваем, и персики. – Да, и персики. – Насколько они сладкие? Я так представила себе, может быть, они все-таки не такие сочные у нас на Ставрополье. – Ну, нет. Выращивают хорошее. – Прекрасно. Какие изменения в целом произошли в садоводстве, и происходит ли процесс импортозамещения? Санкции-то продолжаются на нашу страну? Как это влияет все? – Ну, вот. Значит, в целях, в принципе, тот посадочный материал, который у нас используется в Ставропольском крае для закладки многолетних насаждений, он на 95% – это отечественный посадочный материал. Это посадочный материал питомников как Ставропольского края, так и близлежащих к нам регионов. – Ну, используют у нас, да, и иностранные, но, как цифры показывают, что преимущественно это отечественный посадочный материал. Вот. 10 питомников у нас, ежегодное производство посадочного материала порядка 5 миллионов штук. Нам для самообеспеченности необходимо около 2 миллионов, поэтому те невостребованные объемы посадочного материала, они реализуются за пределы территории Ставропольского края. – Есть такое понятие, как высокоинтенсивные технологии возделывания садов. Они освоены на Ставрополе? И что это такое? – Да, у нас на сегодняшний день получило развитие это суперинтенсивное садоводство. За 6 лет площадь суперинтенсивных садов увеличилась с 10 до 1500 гектаров. Это прям хороший рывок. Ежегодно в рамках той закладки, индикатор у нас на этот год составляет 600 гектар, 50% это сады суперинтенсивного типа. Ну, это сады на шпалере с использованием капельного орошения и противоградовой сетки. – Ну что ж, Елена Алексеевна, спасибо вам большое, что были у нас сегодня в студии. Если будут какие-то изменения в садоводстве, приходите рассказывать. – Спасибо большое. – С удовольствием послушаем. Дорогие зрители, у нас в гостях была Елена Тамбовцева, первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края. А вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире. И, как всегда, оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова